В гардеробе я очень люблю пиджаки. Они у нас разные есть. Нам повезло, что у нас две сестры, поэтому пиджаков в два раза больше. 10 пиджаков, а еще десяток блуз и более 15 платьев. Точное количество Искуи уже не знает. Рассказывает, что одежда – это ее фетиш. Все вещи в основном покупает в привычных масс-маркетах, а за модными тенденциями следит в Инстаграме. Вот кружева очень люблю. Это и платья, и блузочки. Некоторые вещи мы, конечно, покупаем в магазинах, большинство вещей, но некоторые шьем на заказ. Например, вот это я заказывала, потому что у меня была мания, я хотела топичек очень кружевной, но нигде не могла найти. Стилисты говорят, что этой весной в моду возвращаются 90-е и 70-е, а цветом сезона признан нежно-сиреневый. И отмечают, что сейчас в женском гардеробе как никогда актуальна тема феминизма. Это мужские брюки, костюмы, пальто. В моде, кроме всего прочего, деконструктивизм, то есть намеренно ломанные линии какие-то. Вот это, например, тоже дизайнерский тренч. И здесь мы видим, с одной стороны объемный рукав, с другой стороны обычный. Здесь у нас есть вот эта вот отлетная кокетка и воротник. Здесь вот он сделан как бомбер. Обойдется такой тренч в 12,5 тысяч, а пальто в мужском стиле в среднем в 15 тысяч рублей. Возвращение прошлых трендов в этом году наблюдают и в парикмахерской индустрии. Например, главный атрибут стрижки в этом сезоне – косая челка. И отсюда же пошли актуальные в этом сезоне стрижки пикси, так называемые. Ну и длинные волосы с более таким ровным, плотным срезом. Они, конечно, всегда смотрятся шикарно и актуально. Цены на такие стрижки варьируются от полутора до двух тысяч рублей в зависимости от длины волос. Мастера рассказывают, что сейчас девушки все чаще предпочитают длинным волосам более короткие. И мода в этом плане тоже старается не отставать. Например, самой трендовой стрижкой в этом сезоне будет укороченный боб. А в макияже на смену естественности приходят смелые красные и ультрамариновые оттенки. А самый трендовый макияж этой весны, по словам визажистов, – серый смоки. Здесь не нужно бросаться из крайности в крайность. Или супер-макияж, я его называю макияж на все деньги, когда все намазано. И там очень-очень light. То есть здесь нужно какой-то компромисс в этом сезоне найти. Но самое главное, говорят стилисты, в погоне за трендами не забывать про свою индивидуальность. Софья Питеркина, Николай Чистяков и Михаил Зинкевич. Новости ТВК.